Рома, я очень плохой бизнесмен. Спрячь пистолет, я боюсь. Отваливай. Умирай, брат. Это коза. Коза? Коза? Нет, я не буду. Дайте мне что-то другое. Уроды. Всем привет, Франч Тиви на связи. Меня зовут Роман Кириллович. И сегодня у нас интервью с ресторатором Юрием Колесником. Ровно три года назад мы уже записывали интервью с Юрием. Причем в таком же ресторане, с точно таким же названием «Ла Веранда», но в Праге. А сегодня мы находимся в Киеве. Юрий Колесник известный ресторатор. У него есть рестораны в Чехии, у него есть рестораны в Украине. Он живет между двумя странами, летает, и мы его поймали как раз здесь. Поговорим сегодня по большей части ресторанном бизнесе, но и не только. А на самом деле вот этот выпуск открывает серию интервью с рестораторами, самыми разными, новой волны, старой, скажем так, закалки. Поговорим с ними о том, насколько это классный бизнес, потому что многим почему-то кажется, что ресторан – это такая тихая гавань, когда ты накопил денежки, работая на дядю, и потом открываешь свой ресторан. Как минимум в своем заведении ты никогда не будешь голоден, а еще можно на этом заработать. Но будем узнавать, насколько это действительно так. Не ждите, правда, от нас каких-то пошаговых инструкций, как открывать рестораны. Мы не про это. Мы про истории состоявшихся успешных рестораторов. Ну и, конечно же, советы по этому бизнесу там тоже будут. Ну, хватит уже болтать. Давайте заходить внутрь и болтать, но уже непосредственно с нашим гостем. Юрий Колесник на Франш-Севе. Приятного посмотрим. Юра, такой неожиданный первый вопрос. Когда ресторатору пора идти на пенсию? Когда он не чувствует уже, что нужно рынку. Вот как только он перестает это чувствовать, осознает уже это. А осознавать он, конечно, есть люди, которые не осознают. Но если уже все больше и больше его коллег, более молодые, говорят ему, что нужно делать что-то другое, а он все равно упирается и говорит, нет, мы будем делать вот только это, потому что моя бабушка так делала или я так делал всегда. Это первый признак того, что езжай куда-нибудь в Таиланд, отдыхай. Все. Время твое прошло. Все же меняется. Ты не можешь со своими представлениями быть актуален всегда. Проблема не в том, я думаю, что у многих умных людей проблема не в том, что они не понимают, что они уже не актуальны. Проблема в том, что они не могут принять это. Многие понимают, но они бойцы, они хотят доказать миру, что вот эти вот помпезные рестораны, что они, вот я тогда это делаю, я сейчас всем докажу, что это все еще нужно и все это классно. Но на самом деле, как бы, это борьба с ветряными мельницами, потому что мир изменился, и тебе надо или измениться, а ты уже не можешь измениться. Все. Ты уже свой ресурс отработал. Отваливай. Умирай, брат. Освобождай место. Приходят новые. И самцу очень тяжело это признать, потому что он же самец, он еще полон сил, он еще может бороться. И вот это настоящее мужество, признать, что да, все, молодежь пришла, ухожу. И уйти там, скажем, на ролик Сакала, когда тебя приглашают для того, чтобы посоветоваться, что ты думаешь по этому эпизоду, но ты уже не влияешь на концепцию глобально, это круто. Но кто это может себе позволить? Единицы. Основная масса мужчин борется до последнего. Ты как будешь? Попробую уйти, но готовлюсь к этому, пока что готовлюсь. Медитирую, йогу делаю, думаю, что это как-то проявится. Вот многие сейчас говорят, трафик, 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 трафик. Нет трафика, все, крест на ресторане. В Салаверанды получается не так. Нет трафика, но ресторан работает уже 4... 5-й год, да? Почему? За счет чего? Как получилось создать этот все-таки трафик, но так, чтобы ресторан зарабатывал? Он же прибыльный? Ну да, конечно. Эти проекты не начинают работать быстро, вот такие, не трафиковые. Он сначала в течение 3-4 лет зарабатывает репутацию. У меня то же самое было с прасковерандой. Он очень долго зарабатывает. Почему? Потому что сюда ходят люди, которым не надо ничего никому доказывать, и не нужно показывать, на каком автомобиле он приехал. Это не обязательно политики, как раз среди них там их не так много. Или не обязательно, скорее всего, это какие-то бизнесмены, это люди, которые, в общем-то, уже знают себе цену. То есть первые 3 года ресторан был неприбыльный? Первые 3 года ресторан был неприбыльный, прежде всего потому, что он открылся в 2013 году. Ну да. И здесь происходили на улице Богомольца, напротив МВД, практически все события. 2013, 2014, 2015. Ну, в 2015-м уже чуть больше стало. У вас были здесь какие-то истории неприятные? Прямо у нас не было. Но у нас мы в течение 3-х лет испытывали колоссальную проблему с людьми, которые по складу революционеры-анархисты, а по занятости они каким-то образом были привязаны к Министерству внутренних дел. Вот оно здесь. Они приходили на какие-то аудиенции туда, им надо было ждать, и вот они тут как бы... Тусовались. Тусовались, да. Это был сложный период, должен сказать. Нам пришлось очень так аккуратно, аккуратно с этим работать. Почему? Потому что, с одной стороны, это были герои. Это многие из них, это были, скажем, руководители батальонов, да, или просто люди, которые занимались этим. С другой стороны, естественно, как люди, приехавшие с передовой, они воспринимали, что, в общем-то, везде военный штаб должен быть, куда они не приходили. И нам пришлось достаточно сложно как-то выруливать из этой ситуации. Вы что, с оружием прямо приходили? С оружием, да. Ну, то есть вот нам приходилось писать такие объявления, даже записочки давать отдельным людям. Она звучала так. Так, уважаемые работники силовых структур, я женщина, и для меня безопасность и комфорт моих гостей очень важны. Поэтому я прошу вас, не приходите в ресторан с оружием. Ваша лаверанда. Вот как-то так это было. То есть нам приходилось очень аккуратно это делать, потому что это, на самом деле, чувствительная тема. И нельзя было просто прийти людям за столом и сказать, вы не приходите к нам с оружием, потому что, ну, там, на самом деле люди защищают родину, да, а тут их выгоняют из ресторана в Киеве. Уроды. Вот. Поэтому, как бы, приходилось вот таким вот каким-то деликатным способом мы раздавали. И когда их не стало? Они постепенно размылись. То есть они поняли, что, наверное, не надо ходить. Тут женщины, и женщины боятся. А девочки, им действительно говорили, девочки-официантки, им говорили, что, пожалуйста, спрячьте пистолет, я боюсь. Ну, то есть как бы мы воздействовали чисто психологически на них. И ну, они поняли, что не надо сюда приходить в таком виде. Я бы хотел показать вам небольшой кусочек, фрагмент из интервью, который мы записывали три года назад в Праге. Ну, а пока мы перемещаемся, перелетаем из Киева в Прагу, я вам хочу рассказать, что я попался. Я долго сопротивлялся, меня просили, я отказывался. Но все-таки запускаем мы наш онлайн-курс по созданию франшизы. Поэтому, если вы планируете масштабировать свой бизнес, создавать франшизу, а не вот сидеть на дереве, как эта ворона, и не каркать, то переходите по ссылке. Онлайн-курс стартует уже очень скоро, и он будет очень полезен для тех предпринимателей, которые уже устали быть ремесленниками и хотят, наконец-то, заниматься бизнесом, развивать его, масштабировать и так далее. Увидимся на онлайн-курсе, который стартует 18 мая. Долгие часы медитации иногда не помогают. Я наблюдаю, допустим, в веранде заходят люди. Для нас это совершенно нормально. Они заходят в ресторан сервированный, подготовленный. И вот они идут с телефоном. Им здравствуйте. Они вообще не обращают внимания. Они идут куда-то и садятся. Когда я рассказываю ребятам, персоналу здесь, у них стопор. Это невозможно ни в одном европейском ресторане, если мы говорим о ресторане как бы, ну, гастрономическом, какого-то уровня, да, премиальном, чтобы человек, он придет и будет ждать. Он придет, пока его не посадят, да. Но это при том, что там человек будет, он придет, сядет сам, куда он считает нужен, даже если там будет резерв на столе. Он будет продолжать говорить по телефону, потом положит телефон и говорит, сколько тебя ждать можно? Вот именно так, да. Это те вещи, о которых мы говорим, что это разница. Причем это, вам бы мог подтвердить персонал, что если придет наш человек, и, конечно, я говорю не обо всех людях, а определенной группе людей, они безошибочно определяют, что приходит русский человек. Он приходит и идет себе сам туда куда-то садится. Почему? Он даже боится здороваться. Он же на самом деле это комплекс, это страх, что он не сумеет объясниться, что он не знает, как себя повести. Вот когда мы, как животное, когда ему страшно, да, оно зубы показывает. Вот, в принципе, то же самое происходит. Вы 2 года запускали этот ресторан, и там была одна неприятная история. Как бы неприятная история случилась сразу через 1,5 месяца, после того, как мы его открыли. Мы открылись, открыли двери, и через 1,5 месяца пришло знаменитое наводнение 2002 года. И, в общем-то, все, что было там внизу было, и здесь вода была, ну, примерно на уровне этих вот лавочек. Поэтому все, что было, оно было полностью снесено водой. И там в течение еще года, а это не просто была вода, которая там, скажем, в течение двух часов ушла. Это наводнение, оно поднялось, и вода оставалась, допустим, в нижней части, она оставалась там неделю. Она постепенно, это при том, что мы откачивали, тут все откачивали воду, но она оставалась неделю. Поэтому за эту неделю она проникла так глубоко в стены, что их нужно было просто... Ну, мы их сушили год. Да? Год. То есть там было закрыто год. Здесь мы как бы восстановились примерно недели через 3-4. Вот эту часть освободили. Ну, и все сначала. Работать здесь кайф. Это сказка. Это просто вот... Ну, в чем вам выражается этот кайф? Все просто? Невероятно просто. Невероятно просто открытие бизнеса, невероятно просто работа, ежедневная работа, да? То есть как бы... Что такое проверки? Там санитарная станция может прийти 1 раз в 3 года, и у них отношение принципиально другое. Они не проверяют. Они... У них мозги на бекрень, с нашей точки зрения. Потому что они понимают, что это предприниматели, который за мне снал... дал работу 45 чехам. И как бы... Они благодарить приходят. К нему нужно относиться с пониманием. Если предприниматель говорит, у меня нет денег на то, чтобы купить там новый какой-то элемент, который якобы требуется законно. Они говорят, ну, попробуйте, когда вы сможете, да? Ну, может быть, в следующем году. Ну, хорошо. Придем, может быть, в следующем году. Но они не придут. То есть, вот здесь нет такого беспредела, который присутствует на Украине, да? Когда... Просто здесь предприниматель, ему дают возможность спокойно работать, да? На самом деле, может прийти какая-то проверка. Ну, вот пример был, там, скажем, после 12 лет работы пришла проверка, так называемого, там, живностенский ужин есть, который обнаружил какие-то у нас... Неправильно стояла табличка, не в том месте, там, что-то еще, что-то еще. Ну, и как бы они насчитали штраф, что согласно, там, нормативных актов, штраф должен быть 25 тысяч крон. Ну, то есть, как бы штраф за все эти 10 лет. И тут же на месте, они совершенно легально, совершенно спокойно, никаких там, мы не оплачиваем это никакими деньгами, они говорят, что если вы соглашаетесь с этим, вам надо только согласиться, то тогда мы подписываем такую догоду о том, что штраф будет 2,5 тысячи. Мировая такая. И мы соглашаемся, да? Нам просто выставляют счет, мы этот счет оплачиваем. Все, мы за 10 лет работы, за 12 оплатили 2,5 тысячи штрафа, которые, ну, естественно, они возникают. То есть, вот это пример, как это работает. Поэтому здесь работать потрясающе, здесь супер работать, очень классно. Но тяжело в плане получения прибылей, доступа к клиентам, да, зарабатывания репутации и всего остального. Вот это, в этом тяжело. Есть информация, что ты тратишь 15-20 тысяч долларов на то, чтобы организовать командную поездку, там, где-то в Бордо, куда-нибудь в Прованс, там, да? Это действительно так? Два раза в год. Два раза в год такое делать. Эта инвестиция как-то считается, окупается? Что вы там делаете? Вот вы, слушайте, вы, вы просто коммерческий канал. Вы хотите, чтобы обязательно все... Ну, конечно, оно, наверное, оценивается. Но я плохой бизнесмен, Рома, я очень плохой бизнесмен. Мне нравится то, что я перешел на новый этап жизни. И как развивается мужчина, да? Вначале там, когда ему 18, он ни о чем, кроме телок, не думает, девушек, да? И все, в голове у него только одно. Когда он женится, и у него появляются дети, ему нужно обеспечивать, то есть ему нужно думать о деньгах. Когда дети вырастают, в принципе, он или становится, в общем-то, учителем фактически, да? То есть или становится, ну, как в Индии саньясаном. То есть человек там, скажем, или учит кого-то, или он ищет мудрость, уходит искать мудрость, да? И, в общем-то, это нормальный путь развития любого мужчины. Если мы зависаем на этапе номер два, бабло, то, в общем-то, мы не можем из него вырваться. Наступает всегда этап у мужчины, когда он хочет что-то дать. Сначала он накапливает, а потом он хочет дать. Вот для меня эти поездки – это возможность уже отдавать. То есть я хочу, чтобы больше моих ребят видела, развивалась и пробовала это делать. Это истинная мотивация. Оно возвращается деньгами потом. Мы там ходим по классным ресторанам, выбираем лучшие там звездные, не звездные, самые интересные рестораны, пьем хорошее вино или просто бухаем. Три варианта. То есть такие корпоративы? Это корпоративы, но они нацелены на то, что мы на самом деле привозим оттуда массу идей. Несметное количество идей привозится оттуда. Причем совсем не обязательно ходить по инновационным ресторанам, где именно идей много, а достаточно посещать такие места, допустим, как Корсика, где все офигенно просто, все очень просто, но это аутентичные вещи, которых ты можешь набраться и потом использовать для каких-то своих целей. Например, вот конкретно. Простая-простая вещь. Это то мероприятие, которое мы делали в прошлый раз с кухней Корсики в Файне. Во всей Файне был фестиваль кухни Корсики. И в 8 часов вечера приходил к столу повар, к столам, к гостям. Он приходил с такой офигенной кастрюлей, концертной красной, ставил. И в мисочку людям накладывал, что там. И говорил, это вам подарок, попробуйте, что это. И скажите нам. 90% людей, даже больше, 90, наверное, 5% людей говорили о том, что, вау, это супер, это какое-то тушеное мясо. А какое это мясо? Мы не знаем, но это очень вкусно. Это коза. Коза? Да, это мясо козленка. Так вот, если бы мы его ввели просто в меню, то прямо обратное было бы количество людей. 95% людей говорили бы, коза? Нет, я не буду, дайте мне что-то другое. То есть это способ, и простите, и просвещение. Это способ показать людям, что как мы в своих стереотипах иногда можем быть зацикленными. Вот это вещи простые, аутентичные, но зато они нас, ну, поворачивают на 180 градусов, потому что поворят говорят, нет, из козы мы готовить не будем. А давайте это сделаем так. Работает. А теперь мы можем давать козу, и люди будут ее есть, потому что они ее попробовали. Ты был в ресторане Хайт Чичуакина? Не был. Я видел ролики, не был. Сейчас вот есть, и, наверное, всегда будут предприниматели, которые раньше занимались чем-то другим, а сейчас хотят заняться ресторанным бизнесом. И причем в разном этапе жизни мужчины, например. Что бы ты им порекомендовал? Ну, первое. Цитирую слова того же Чичуаркина. Человек талантливый и талантлив во всем. Это его слова. Это его слова. Ну, он где-то тут, я его видел на Громадском, по-моему, пару лет назад, он давал интервью, и вот он говорил эту фразу. Это первое. Второе. Обязательно нужно привлекать людей, которые в этой сфере, ну, рубят. Которые понимают вообще, что о чем. Ну, шефа. Это не только шефа. Ну, там, как бы, вот, допустим, Чичуарком закопал, там, я посмотрел несколько интервью, он там закопал много-много миллионов. И я, как ресторатор, понимаю, что, ну, в принципе, если они у него лишние, то вообще не проблема. А насчет того, чтобы получать их обратно, будет нелегко. Все тоже можно было бы сделать немного иначе, но это я сейчас его не критикую, я просто думаю о том, что, если бы, возможно, была бы команда, ну, скажем, надо привлекать команду людей, которые немного в этой теме понимают, они видят исключительно цифры, которые им нравятся. Команда важнее концепции ресторана? Концепция ресторана без команды ничто. Если мы не говорим о проектах массовых, ну, вот, там, их много всяких, там, бургерные, сетевые всякие. Здесь, на самом деле, команда вообще не имеет никакого значения, потому что это идея и здесь самая главная концепция и место. То есть, если идем в массовый рынок, команда не так важна, как концепция? Не так важна. Чем более продвинутый проект, поэтому они у меня разные, чем более, там, скажем, продвинутый проект, чем больше он требует, скажем, проработки, здесь это просто стены без команды, они ничего из себя не представляют. Поэтому вы видите стены, и вам кажется, что дворец, да? А на самом деле, как бы, его заполняют люди. И надо прийти и почувствовать это. Это и да, и девочки, и вообще все это, вся эта атмосфера создается людьми. Друзья, если хотите посмотреть на живого, я надеюсь, здорового, Евгения Чичваркина, то приходите 1 июня в Дворец спорта. Там будет проходить гигантская, буквально, конференция «Бизнес Констрат 4.0», которая в этот раз разослась до каких-то невероятных масштабов. 8 тысяч человек в одном месте, 9 уникальных спикеров, все практики своего дела, среди них, собственно, Евгений Чичваркин, но и не только. Более того, я вам скажу, у вас есть возможность сэкономить 15% в ваши денежки, которые вы можете потратить, не знаю, на ресторан тот же, с промокодом FRENCHCIV. Вбиваете вот прям так, как написано, и забираете билет. Увидимся с вами там, мы там будем весь день, пообщаемся, послушаем крутых ребят. Все подробности по ссылке в описании и вот здесь в подсказочке. Продолжим смотреть интервью. У нас есть вопросы от зрителей, я попросил их написать стыдные вопросы о ресторанах, то есть у людей всегда, не профессионалов, просто посетители ресторанов, есть какие-то вопросы, они их стесняются задать, вот хотел бы, поэтому вопросы соответствующие будут. Кто за кого должен платить после обеда? Вот мужчина и женщина пообедали, у них был деловой обед, то есть не романтическое свидание. Мужчина? Мужчина. Конечно. В любом случае. В любом случае. То есть если он встречается с девушкой, с женщиной компаньоном. Абсолютно пофиг. А мужчина и мужчина? Вот я недавно был, в конце такая, типа, ну кто за кого, вроде как-то все хотели. Мужчина. Ну если два мужика встречаются. Мужчина. Кто из них больше мужчины, то ты платишь. Кто первый мужчина. Да. А правда, что в ресторанах огромная оценка на блюда и напитки? Неправда. Ну если говорить конкретно, то на напитки может быть в два раза, а на блюдо может быть в три раза. Ну на блюда, это на стоимость продуктов, это же не на блюда. Стоимость продукта умноженная на три. Стоимость напитков умноженная на два. Это вот обычная формула сейчас в Украине. Все собственники кушают в своих ресторанах бесплатно? Я плачу в файне, везде плачу. А здесь, я физически не плачу, но у меня зарплаты снимают. Я везде плачу фактически. Ну то есть, среди ресторанов, распространена, рестораторов распространена практика, платить все-таки. Я говорю о себе. Во многих ресторанах не платят. Это, это, прекрасный бонус для хозяина ресторана, что ты, в общем, не платишь, а ешь. Мне кажется, многие думают, что рестораны открывают, чтобы в них кушать. Конечно. Есть такие люди? Ты первый ресторан открывал для этого? Нет, я первый ресторан открывал, чтобы бабло зарабатывать. Это был этап баблища. Да, он длительный был такой. Последние три года никто не открывает, никто не открывает премиальных ресторанов. Там суши-я, какие-то сетевые проекты. Почему? Потому что вот это вот, мы живем, ну, коротким периодом. Это приносит деньги, да? А мне интересно, там вот, прийти туда с, с вот этим премиальным проектом, который, ему нужно очень тяжело, ну, заходить, и очень тяжело завоевывать репутацию, и очень сложно с менеджментом, который говорит, Дементич, блин, все сейчас делают просто там, картошечку, рыбу, мяско пожарили, ну, зачем мы вот это все придумываем? А даже они не могут выдержать того давления. Почему? Потому что, когда идет война, люди хотят брутальных вещей. Дайте мне кусок мяса с кровью, дайте мне картошки, дайте мне каких-то простых вещей. Почему? Потому что люди находятся постоянно в стрессе, и им вот эти все, вот эти все прибамбасы красивые, они им не нужны, они их нервируют, они хотят просто какой-то брутальщины, такое, да? И именно в этом интерес, то есть, это какой-то вызов, да, то есть, донести все-таки людям, что война пройдет, эти, ну, как бы, все же проходит, жизнь же, она же, как бы, она же вот так, да, то есть, оно обязательно, этот этап пройдет, начнется другое, и мы все равно захотим просто жить, мы захотим получать удовольствие от жизни, мы же сюда приходим для чего? Для удовольствия. Нафига мы вообще приходим? Вот такое тантрическое, такое тантрическое мировоззрение, но это там нас учили, что не, мы приходим работать, работать там, или детей выращивать, и детей выращивать можно с удовольствием, и работать можно с удовольствием, все это элементы, которые привносят удовольствие в нашу жизнь, да и красивая еда не просто вкусная красивые вещи это тоже необходимый элемент поэтому как бы это тяжело но это очень интересно какие практики ты используешь сейчас в бизнесе которые пришли вот после того как ты начал заниматься йогой и медитациями что помогло в бизнесе это секрет открывая я наезжаю на людей только во вторник сегодня понедельник значит завтра все ждут есть есть это ну нет я просто там более требователен да скажем так более требованием и может быть легко агрессивен но это контролируемая агрессия то есть осознанно я осознаю что сейчас вот я буду агрессивно я сейчас буду злой дядькой и злым дядька и в общем то это проявляется это хороший день для для наезда почему это марсианский день то есть как бы когда люди в общем то и сама их природа расположена для того чтобы быть агрессивными принимать нормально агрессию то есть не 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 испытывать какие-то травмы после этого да еще очень важно чтобы люди все-таки могли вынести необходимые уроки из раздачи можно нас можно материться ну вот из раздачи пиздюлей я понял а когда лучше тогда хвалить суббота и пятница лучшие дни это применимо не только в бизнесе не только в бизнесе жену можно похвалить субботу в пятницу во вторник дать это полезно очень важно да там два к одному должно быть то есть один до один раз дал два дня похвалила это очень важный момент я стараюсь этого придерживаться или например я стараюсь придерживаться есть такая тема светотерапия цветотерапия ну а вы знаете также одеваются и президенты если буш хочет на кого-то наехать да и он выходит с каким-то и просите трамп трамп я извините и он выходит с каким-то агрессивным заявлением он обязательно будет у него красный галстук да или там путин и он будет вещать что-то в таком ключе то есть я в эти в эти дни тоже когда мне надо наехать я одеваю соответствующим образом допустим там среду я зелененький обычно там во вторник когда мне надо наехать на на перс на кого-то да то я одеваю там допустим красный свитерок так хорошо действует праги 2016 году как раз был в красном свитерочки но мы не получили не попали под раздачу это контролируемые это осознанные вещи потому что люди нуждаются не только в бесконечном облизывании а иногда в раздаче и это хорошо действует и для них и для тебя тебе надо тоже вы куда-то выпускать парда ты на них выпустила им хорошо они чувствуют что есть хозяин которые в общем-то там который руководит который раздает тоже по статистике количество больничных во вторник выше стала после внедрения просто есть люди которые во вторник кануну да ну да то есть они стараются не ходить на работу как-то люди чтобы избежать но мы их находим следующий вторник ничего так андрей возник спрашивает сколько зарабатывает в месяц официант экстра-класса и сколько ночевые за 1000 долларов всего это прям супер официант я не могу сказать там есть наверное ребята в бау который зарабатывают и полторы но в целом как бы где-то от где-то около 1000 долларов а шеф зависит от того какой украинский или не украинский украинский шеф может зарабатывать там скажем полторы и две и три как официанту в бау как официанту в бау да а если это западные то он вряд ли меньше чем за четыре сюда приедет отсутствие кругозора являются ответом на все вопросы если здесь официант идет в ресторан в такой же ресторан как этот или может быть даже выше уровня 1 2 3 месяца со своей женой просто посмотреть что чего вообще где происходит как это как это делают другие то на украине это просто нереально ну они в крайнем случае пойдут какой-нибудь макдональдс и там попить попить пиво где-нибудь пойдут и все то есть это они они настолько оторваны от того мира где они якобы на работе и того где они живут в социуме что там разрыв колоссальный у них и внутренний разрыв происходит да они на работе одни а в социуме они совсем другие они в маршрутку судятся там вообще жизнь другая там зимбабве да и как бы и у них рвет просто этих людей и это проявляется на работе то есть они я бы сказал там менее гармоничные да они искренне но гармония в них меньше если говорить о людях работающих там а здесь люди они более выровнены но здесь сказка в каком плане вот смотрите там мышь славяне у нас вот мы все же делаем по-своему да вот это прекрасно видно на на реакции радыка который ездит постоянно на украину на шеф до проекта он здесь работает и работает на украине и он там он первое время просто спать не мог он не мог понять как может такое быть что вот он показал делаем да вышел вышел прихожу делают по-другому не понял показал еще раз поняли поняли покажите делают все правильно вышел опять делают по-своему то мне их спрашиваешь как же может такое быть они говорят так же лучше также также лучше но это представление человека которые там скажем вот что лучше человека из допустим из тарбунарского района да но у него вот свое представление это не значит что он как человек плохой но у него кругозор вот такой да поэтому эта особенность а здесь совершенно другая ситуация здесь вообще почему я говорю сказка вот мы приходим 9 лет назад я принес две аромалампы и рома масла которые я постоянно дополняю и сказал в 6 часов вечера нужно зажигать аромалампы каждый день 6 часов вечера стих не заряжены это невероятно я привез их я привез их в киев и через два месяца их просто никто уже не мог найти съел я уехал а потом приехал их уже нету никто не знает где они да я привез еще раз при вот у дома уже ароматизируют они нет они нашли они где-то не украли но они где-то там лежали то есть они просто решили что это на время хорошо отсюда и мне интересно и мне интересно стабильно вот из-за того что страна живет вот в нестабильных таких условиях люди также также ко всему относятся а здесь очень ровно вот это ровно ровно тут тут я не ощущаю нет я ощущаю себя свадебным генералом в принципе как бы мне я могу настроить какую-то систему вот как навигацию и просто еду по ней да а там я все время приезжают а мне все время какие-то потрясения ну вот таким образом я нахожусь гармония 5 самых неадекватных клиентов или ситуации в ресторане пьяные гости изначально пьяные он приходит пьяный уже это это всегда неадекват будет большинстве случаев люди громкоговорящие их немного но они есть вот те которые по природе очень громко говорящие и люди которые ну вообще просто мимо то есть они условно говоря пришли со своим пирожком и они хотят чтобы им здесь продали морковный сок потому что они привыкли в это время пить морковный сок а пирожок же он мой но я же у вас сок покупаю и то есть вообще невозможно договориться потому что у него своя правда вот это точно неадекват потому что там нет способов борьбы с этим я знаю просто это правило что нельзя естественно в ресторанах кушать свое приносить с собой связано еще с безопасностью да ну человек теоретически может там не знаю отравиться и умереть на своих продукции на какой-то паленой водки вообще реально такие ситуации были хоть как хоть как я не думаю что это связано с этим то есть наверное возможно рестораторы пытаются это как-то завуалировать вместо того чтобы сказать идите нафиг я сюда инвестировал свои деньги я плачу людям зарплату ты пришел со своим пирожком взял пирожок иди отсюда да вместо того чтобы вот как бы это прямо сказать мы как-то завуалированно говорим что вы можете отравиться своим пирожком потом вас нас будете но это как бы во всем цивилизованном мире это очевидная вещь никому в голову не придет прийти со своим пирожком или со своим печенькой да в ресторан и и есть там. Это просто исключено. То есть 15 лет в пражской лаверанде никто со своими... Да нет, но это исключено в принципе. Это никому... Это считается настолько грубым нарушением правил, каких-то общепринятых, что... Это как голым ходить по улице, в таком уровне. Да, да. То есть это даже никому в голом. Но здесь это может произойти и вот эта часто неадекватная ситуация, потому что если человек этого не понимает, то, соответственно, ты ничего не можешь с этим сделать, потому что он искренне не понимает. Но я же у вас морковный сок купил. Ну в чем проблема-то? Все. Аргументы закончены. Вы ничего не можете сделать. Одно, на мой взгляд, золотое правило. Любовь, заботу, внимание. В них люди будут нуждаться постоянно. Основная человеческая потребность. Если люди это будут получать в ресторанах, они туда будут ходить. Если этого не будет, там, ну, да, они не будут лояльны. Потому что это личное... Это отношение к прикольному столу, на котором можно что-то рисовать или играть, да, и там поедая какую-то, ну, пищу. У тебя нет к нему отношения. У тебя может быть зависимость, но не отношения. А отношения есть между людьми. Поэтому в тех ресторанах, где будут отношения, там всегда будут люди. А вот этот стол, как он правильно называется? Это стол-марше. То есть это... Для этой истории сидят незнакомые люди. Абсолютно верно. Здесь сидят люди, здесь сидят большие компании. А тут стоят закуски, тут стоит парень-повар, который, он же готовит для них, он же общается с этими гостями, говорит, попробуй это, или я вам сделаю это немножко иначе. Гость говорит, слушай, я это не ем, или мне это сомнительно? Ну, я сделаю вам немножко иначе сейчас, да, там, какие-то вещи. И делает, то есть это объединяющий стол, это сердце ресторана. Идея этого стола, это стол, за которым собирается семья. Поэтому когда люди приходят, два-три человека, они садятся где-то там, а когда приходит большая компания, их как магнитом тянет сюда, потому что они здесь все вместе сидят, они общаются, друг другу передают тарелки, наливают, да, ну, то есть как бы... И тогда девочки, официантки, они как бы сзади находятся, они незаметны, они просто заботятся. Идея в том, что они просто заботятся и все, не мешая. Здесь вот, видите, он такой вот, он не чистый, он не идеальный, он пошкрябанный. И вот за этим столом сидят людишки, и это вот тут тут же готовится, это тут же им выдается что-то, и это такое, как контактный бар, это контактный стол. Вот таким вот, более простым языком. Здесь чек выше, чем за обычными столами? Обычно да, потому что здесь люди сидят дольше, они больше чувствуют свою вовлеченность в какой-то процесс, они больше пьют, больше едят и, в общем-то, и с удовольствием тратят. То есть при прочих равных можно было бы, в принципе, пожертвовать парой столиков и сделать просто этот стол. Огромный на вес зал. Ну, может быть. На самом деле, есть достаточно большое количество людей, которые не хотят сидеть за этим столом, они хотят где-то там уединиться, и их тоже понять можно. Вот знаете как? Вот если сравнивать с огнем, то, допустим, на Украине это костер, вот туда там раз, и он разгорелся. А бизнес в Чехии это печка. Вот вы ее там разгоняете, открываете заслонки, закрываете, пока она разгорится. Но если она разгорелась, она едет. И зарабатываете вы столько же, сколько там. Не больше. Но за счет того, что здесь практически весь бизнес белый, невзирая на то, что он даже ресторан. А почему? Не потому, что он тут все так честно, а потому, что там 89% платежей кредитной карты. То есть, ну, в принципе, он весь белый фактически. Вот. И очень высокая сумма налогов мы оплачиваем. И у меня вот все время вот это вот ощущение, что да я налогов плачу сколько. Вот чего, ребята. Мы работаем абсолютно цивилизованно. Да, вот эта цивилизованность, невзирая даже на то, что оплачивается значительная сумма налогов, невзирая на это, можно после 14 лет зарабатывать столько же, сколько на Украине. Но нахождение в этих двух мирах одновременно не мешает вам? Нет, для меня это наоборот. Это как раз необходимое вот... Там я нахожусь в драйве. У меня там пробуждается такая вот как бы творческая составляющая. А здесь я... Вот знаете как? И не янь. Вот там янь. То есть, там я должен быть очень-очень активный, очень креативный. Ну, как бы это... Сама среда рождает это. А здесь я превращаюсь в винь. Здесь, ну, доминирует женская энергия. Все спокойно, все уравновешено. И постоянно, потихонечку, потихонечку вверх. Это, знаете, как говорят, там мудрая женщина, глупая женщина требует ей сразу все, шубу, машину там. А мудрая женщина, у нее задача на всю жизнь. Это ее, ну, так говорит индийская философия, веды, да, так говорят. О том, что она понемножку, понемножку, понемножку поднимает мужчине планку. По чуть-чуть. И в принципе, к 40 годам, или к 45, получается все то же самое. Вот. Поэтому вот здесь очень-очень эффективна, я бы сказал, вот такая модель. То есть инь модель. Книги читают? Сейчас уже все меньше и меньше. Сейчас это уже такие атрибуты, в основном, интерьера, потому что мы используем, все сейчас читают электронные книги. А есть какая-то наименее нужная книжка, которую мы могли бы там, ты бы расписался на ней, мы бы ее разыграли. Сейчас, вон идемте, смотрите, сколько тут книжек. Вон их. Хотите, подарю вам вот, вон Радек наш сидит, подарим вам его книжку. Вот она. Так тогда нужен будет автограф Радека. Ну давайте, идем. Радек, под ТСМ. А Радек говорит по-украински, или по-мужски. Ну, немножко понимаю, да. Под ТСМ, подописимая. Надо немножко рассказать о Радеке. Это же великий шеф-повар. Радек, приветствую вас. В прошлый раз я... У нас не было возможности пообщаться. Радек, он... Радек, он экзекьютив, то есть он главный шеф над всеми шефами нашими. Во всех ресторанах? Во всех ресторанах. Он полностью... Он творит. Ну, скажем, ну и я вам там что-то напишу. Ну да. Перевод. Перевод. Книга с автографом Радека в переводе Юрия Колесникова. Ну, а ребята выиграли сейчас в Люксембурге второе место, заняли мои шефа. И выиграли серебряную медаль на всемирном кубке... Как он переводится? Это и Пугара. Всемирный кубок... Всемирный поварской кубок в Люксембурге. Вот они сейчас выиграли вдвоем. 60 команд было... Вернее, 60 стран присутствовало. Я знаю, что Пражская лаверанда попала в рейтинг там, где всего 22 ресторана Чехии или баги. Лучшие рестораны Чехии. 22 лучших ресторана Чехии и получила 3 льва. Это как бы, да. Это самые... Ваш Оскар? Самые крутые... Спасибо большое. Самые крутые 22 ресторана Чехии. Это потом покажем. Радек еще и художник? Ну да, там немножко. Пейнтер. 10-12-2018. Что бы вам написать, ребята? Что, что вот принцип жизненный какой-нибудь там, типа... Все. Круто. А этот... А, еще подписать. Ну да, чтобы было понятно. Класс. Ну вот все, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, не убегайте. Поставьте лайк. А сейчас я расскажу вам, как выиграть ту самую книгу, которую подписал Юрий Колесник и его шеф-повар, с которым он работает уже 15 лет, Радек Давид. Значит, что нужно сделать? Написать комментарий. Самое главное. Конечно же, поставить лайк, включить колокольчик. Вот это все нужно делать обязательно. Но самое главное, написать комментарий, свою историю. Мы сегодня немного говорили об различиях в менталитете, в подходах разных людей из разных стран. Расскажите свою историю. Может быть, у вас есть какие-то советы, как работать, общаться с представителями разных, не знаю, там, стран, народов, форм жизни, может быть, у вас был. И такой опыт. Все это пишите в комментариях, нам будет очень полезно, потому что люди все разные в разных странах. И, возможно, нужно искать свои какие-то подходы. Делитесь, советуйте. И самый полезный, самый крутой, самый веселый комментарий получит приз. Вот эту самую книжку. Я ее с собой не взял, но вот представьте, что она у меня сейчас есть. Написано сексе. Очень круто. Она достанется именно вам, я надеюсь. На этом все. Подписывайтесь на канал. Это очень важно, вне зависимости от того, планируете вы участвовать в конкурсе или нет, потому что у нас здесь много интервью с известными предпринимателями, но и не только. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»